Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в игру под названием Enlisted. Сейчас я проведу просто бой, а после боя уже разберем все детали игры, о чем она и так далее. Потому что вначале мы начнем с экшена, вы посмотрите какой экшен, а потом я уже расскажу вам какие отличия и что получается в этой игре есть. В игру мы сейчас играем на 4К качестве с максимальными настройками, что самое интересное, игра удовлетворяет всем требованиям 2020 года. Есть DLSS, есть Reflex NVIDIA, есть получается лучи, все есть и при этом в 4К у меня 168 фпс на самых максимальных настройках. И игра выглядит очень кинематографично и красиво. По прокачке персонажей, взводов, батальонов, самолетов я расскажу после игры. Игра разработана компанией Gajin Entertainment от создателей War Thunder. Это такой симулятор танковый самолетный. Здесь они решили сделать такой свой собственный шутер. Допустим сейчас бой идет 9 на 9, но человек вы видите намного больше. У каждого есть свой взвод, как вы поняли. Нормально там вынесло. Надо похиляться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Быстрее на другого! Не успел на другого перейти, да? Блин! Ну ладно, идем дальше. Но было прикольно. Я там гранату закинул в дом, а они все улетели. Если смотреть на игру как простой шутер, да? То вы скажете, блин, как Battlefield. Просто заходишь, стреляешься. Но нет, в этой игре есть прокачка. Есть карты, которые мне не нравятся. Есть карты, которые мне нравятся. Вот это одна из карт, которые, ну, таких прикольных. Где война, танки. Вот я слышу, у нас уже поехал. Причем нормальный танк уже. В батальоне танковом уже 3 человека. Обычно дается 2. Все это я вам обещаю позже. Пока наслаждаемся фрагами, картой. А потом уже углубимся чуть дальше. И вы поймете, что это реально интересно. В коктейле Молотова. Мне бы как-то выносливость зарегенерировать. Нормальненько. Он что, его не видит, что ли? Смотри, дом взорвали. Он же нормальный, живой был. Охренительно. Сейчас пойдем. Накосим фрагов. Ой, е-мое, авиация появилась у врагов. А-а-а, из дома, из окна, как дал мне. Наша команда начала захват. Мне бы забрать бы у него этот, как его. Мы должны утереться. Есть еще два. Мы надели. Суги, ухо. Бляха, муха. Точка под нашим контролем. Нормально рванула. Так, поехали за снайперов и работаем. Я бы тэнтэху туда накинул. Они такие, что? Неплохо идем. 11-11-2. За снайперов тоже интересная игра. Здесь добавляется оптика. Есть паркур. Город уже весь горит, но при этом не горел. Противник отбивает точку. Блядь, подвиньтесь, вы че? Магазин меняем. И поехали, сейчас будем долбить. Как они кричат, а? Мы потерялись. Не вижу, вижу. Отрабатываем, отрабатываем. И точку забираем. Еще будет где-то захват? Откуда? Идут, нет? Б забираем, забираем. Можно подбирать, кстати, у них оружки. Все, Б мы взяли, отлично. Ох ты, нихрена себе! И че, у меня все не выжили? Так. Ну-ка, давай-ка доедем-ка мы. Правда, слабенький танк, но все равно. Ты прикинь, мне самолета раздали. Сейчас, суки. Блин, я вот не знаю, можно ли от третьего лица играть на танке или нет. Потому что от первого нереально тяжко, ни хрена не видно. По ходу дела нельзя. На F1 я смотрел тренировки, ничего нету. А так выглядит, конечно, бомбически. Давай, едем. Сейчас попробуем на цеху. Чуть-чуть вперед. Есть тут кто-нибудь? Так, захватил позицию. Нету. Че я там не вижу? Куда я там? Ломай давай деревья все. Тут че-то пока никого не вижу. Эти пацаны тут на танке тоже долбят. Куда я там въехал? В березу. Давай. А там че, еще одна береза, что ли? Ё-моё, здесь две березы. Так я не вижу ни хрена. Ломаем кусты. Ничего не видно. Попробуем цешку взять. Даду мне. Я бы уже миллиард фраков бы сделал за солдат. Давай, я вам помогу. Помочь вам, нет там? Вы че? А, там у них пулеметы? О, вижу, вижу, вижу. Идут оксакалы. Перезаряжаться надо, уходить на перезарядку. Куда вы там? Гусеница уничтожена. Так, нам надо валить. Вали. Выходим, 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 выходим. Не понимаю, откуда по мне долбит. Ничего себе целый отряд положил. Танковым батальоном вышел и пришел и всех расхерачил. Понимаю. Эмоции в этой игре прям реально, я говорю, просто зашкаливаю. Пошел с танка, вылез, нахерачил всех. Правда, кто-то меня там сзади убил. Блин, выносливость быстро кончается. Но прокачивать персонажа надо. Причем каждого персонажа в этой игре можно прокачивать. И танк можно прокачивать, и авиацию. Все можно прокачивать. Так, а что у нас кто-то, а, берет? О, о, это не по мне? Вот со мной вот эти бивни бегают. Они реально бивни. Батонов здесь надо поднимать как-то. Танки разрушенные. Тем более, это палевые еще. А там штурмуют. Не понимаю, правда, откуда. Ой-ой-ой. Ганн быстро ездит. Блядь, он уехал. Хер, ты их взорвешь прям так на изи? С такой скоростью передвижения у танка. У меня двоих уже умерло. Ах ты, сука, на меня едет. Нету здесь никого. Я перевязываюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы их всех убили. Я пока живу. Хера он тут. Блядь, вот он. На танке гоняет. Я его подсветил. Уйди на хрена, пожалуйста. Уехал? Куда вы бежите? Мне нечего кинуть. Надо сокровку. Хера там пацан поставил пули как Г-2 и наяривает. У меня вообще ничего нету такого. У меня ничего нету такого, чтобы убивать танки. Я еще не докачался. Ни артиллерии, ни самолета, ни полка нету. Просто эти, блин, лимонки всякие. ТНТ-ху, может быть, еще кинуть. Но это такое себе. Вот он всех наяривает. Ё-твою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас спалит. Может быть, может быть, повезет? Ура! Ура! Гусеницу этого подбил. Красиво. Враг занял точку. Это было красиво. Надо снайперами куда-то в другую. Ё-твою. Сори. Ё-моё. Откуда ты попала? Надо отойти чуть-чуть назад. Отходим, братцы. Эти уже лежат. Там танки наши проехали. А нет! Где ты там был? Вернуться бы, подобрать мусинку с прицелом. Блин, мы белые. Нас видно. Где ты был? Не вижу я его. А теперь вижу. Еще попасть? На-те вам подарки там. Во! Мультиубийство. Вот это я люблю. Куда ты там? Что ты там делаешь? Ах ты, сучка. На мульти... На мультиубийство прям по кайфу. Вдолбил минус-отряд. Это просто божественно. Это божественная карта. И здесь таких очень много карт. Эмоциональная игра с отрядами. И прокачками. Она находится в закрытом бета-тесте, к сожалению. И в закрытую, чтобы попасть, она стоит 2 300. Я отдал. Враг захватил позицию. Его там расстреляло сразу. Нормально. Тройное убийство. Где он там за танком спрятался? Убил я его, да? Нормально, аху, взяли. Патронов бы. Погнали. И шагу назад. Ох, мне сейчас оттуда заснайперят. Я же говорил. Тихо, 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 тихо. Поднимай. Я сам себя подниму. Давай, 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 давай. На Т, на Т у нас есть аптека. Она дает возможность поднять. Ай. Сейчас попробуем из домика. Мне из домика не дадут. Да что с прицелом-то? Куда ты там стреляешь? Я в домике. Здорово. Блин, да здесь все-таки штурмовиками намного именно на этой карте прикольнее, чем со снайпой или на танке. На танке что-то... У меня танк, видите, простой, слабый. Он у меня первого левела. Не то, что первого левела, а вообще модель танка слабая. Полка от него вообще никакого нету. Мари, бэху там невозможно запушить. Вон слева типы. Сейчас попробуем. Так, забрал. Забрал. Моя точка, вы что, охренели? Блядь. Быстрее. Куда ты там сыпешь? Бэшку забирать надо. Сейчас к нам придут, наверное, вот отсюда я видел. Ой-ой-ой-ой-ой. Перевязываемся. И сейчас будем соло-дефить, походу. Ты откуда? Сейчас придут. Сейчас придут. Попался! Еще? куда ты там стреляешь и снайпер сидит ладно мы в атаку сосать уроды ух ты ж ёб твою пойдем вот сюда резнемся и там попробуем поснайперить там бэшку отнимают совсем что ли обалдели просто нереально где ты там я правда белый наоборот палится блять победа но это круто конечно это круто было ни хрена я там вообще нормально конечно заявки на вооружение конечно же награда за достижение личные результаты боя 40 49 килов сделал у нас сразу левелы подъехали сразу прокачка пошла пацанов нормально неплохо отыграл достигнут новый уровень инженерный батальон нам дали забираем инженерный батальон и следующая эта тема авиация так по улучшениям у меня этот здесь все есть тут чё получаете больше 4 сбирая по пд секторной складывается со всеми подобные бонусы а тут еще разбирать можно кстати поехали я же вам не рассказал смотрите у нас есть как и союзники так и немчура да я купил за две триста и союзников и немчура не в комплекте идут наверно других тоже потом можно будет брать у меня есть отряд например первый отряд это стрелковый полк видите пять звездочек это значит все пять уровней мои пацаны прокачаны на максималку грубо говоря далее есть 930 стрелковый полк который я получил в компании вот он 930 то есть вы получаете уровни и за эти уровни открываете себе полк еще полк потом авиацию потом например дробовик потом стрелковую дивизию отдельный батальон потом еще авиация там танки пошли там пп шаги опять бт-7 танки там як-1 стенайперской винтовки и все 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 вот компании чем больше уровня прокачивать чем лучше у вас и батальоны и и так далее как вы поняли что в отряде я могу выбирать любого играю за или орлова его убили беру другого если весь отряд убили меняешь отряд полностью также идет прокачка у отряда что у нас тут еще у нас тут есть инженерный батальон который нам дали инженерный батальон я могу поменять за место трех полков или рот понимаете я не могу его поменять за место танка за место танка могу авиацию только воткнуть вот наш как раз таки танк вот на восьмом уровне открывается и вот на двенадцатом чё-то 34 похож дает бт-7 далее чё как прокачивать персонажей вот есть немцы допустим когда вы покупаете пак за 2300 рублей у вас дается один батальон на фулл прокачку нажимаете допустим на клауса стамера заходите способности я уже прокачал ему на двадцать четыре процента выше скорость перезарядки оружия выбираете новый перк и они рандомно появляются как повезет так повезет на 35 процентов больше живучести попа добавилось еще добивай парк перк скорость бега допустим ему конечно же даем и типа пятая звезда остальные взрывы не боя на скорость не допустим аптечка станет на 20 больше здоровья давай аптечку возьмем не понял вот мы таким образом апгрейдили клауса стамера ну таким же образом я себе апгрейдил первый отряд который ходит с п паками 41 ничего другого я пока взять не могу также я могу поставить на дополнительные там пистолет но они открываются с уровнями граната вот в броню не могу я поставил четыре три аптеки и взрыв пакет наверное еще возьму один взрыв пакет чтобы им как бы говорится накидывать танки то есть у каждого свои оружие свои слоты свои там рюкзаки и так далее вот нет в наличии чтобы его купить далее вот захару я тоже поставил оружие ppd-34 как ставить оружие есть слово такое обеспечение поставку оружия как вот у вас есть одна заявка на вооружение и два заявка на лишний состав поставку оружия экипировки поставка вооружение первого второго уровня компании поставка вооружение 1 3 уровня компании так поставка оружие экипировка давай 1 3 уровень компании и нам выпадает мосинка драгунская версия цветовки мосина вот чтобы ее апгрейдживать вам нужны эти какого предметы на эту мосинку так мы сейчас попробуем кстати разобрать также у нас харитон попов открылся с тремя звездочками и александр филатов так и допустим я могу их поставить вот сюда в свободную ячейку допустим вот у нас ладислав кузьбин он однозвездочный то есть такой стрёмненький ты его прокачаешь только на одну звезду этого на два эти вот нам попались хорошие и вот таким вот образом занимаетесь такими делами вот как говорится драгунская мосинка у нее чё у нее 762 762 в наличии у нас карабин мосинки 3 а у драгунская мосинка 1 давай ее как раз таки поставим только до поставим ему а остальное можно допустим к примеру разобрать если вы хотите и сюда нам же выпал чувак дед просто дед он тоже однозвездочный так сказать пойдет таким вот образом играя в катки вы улучшаете себе вот у меня первый извод весь улучшен он у меня основной я им херачу сейчас я шел прокачать может быть снайпера так бонус к разбору оружия стоимость модификации получаете больше частей разбирая снайперскую винтовку мосина давай откроем далее чё бонус к разбору оружия давай здесь чё открываем здесь все здесь мы парка по прокачи по прокачивали их и теперь допустим я захожу в снайпера захожу вооружение и у меня четыре винтовки мосина я могу к примеру вот только я не понял разберу я сейчас а ну все верно разбираем мы допустим вот эти мосинки и рандомно 4 до 12 нам может попасть а потом я захожу в эту мосинку и улучшить я могу ее только за 35 примеру да у нас сейчас получается сколько у нас сейчас уже 18 и таким образом я улучшаю свое оружие то есть крафт 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 и еще раз крафт управление солдатами у нас появился третий михаил васильев у него нет никого оружия вообще потому что я пока пд-34 не выбил надо выбивать как вы поняли выбивать в обеспечении вот в принципе и вся механика игры достаточно вроде как простая но и в то же время задротная где нужно фармить 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 прокачиваетесь пополняете чуваков поставки делаете оружие допустим поставку вооружения первого третьего там мосинка выпадет по пдх или еще что-то здесь у вас снайперская винтовка выпадет может карабин там еще что-нибудь выбирайте здесь у вас получить там драгунскую мосинку ппд снайперскую винтовку топор граната коктейль молота аптечка инструменты запчасти для оружия вот и разбирая получается эти шмотки вы закидываете их в ваши эти как его вашему солдату вот допустим этому солдату так подожди этому солдату она у него уже начать а у них она все уже прокачена у всех видите кроме вот этих двоих то есть я могу до четыре звезды также прокачать и мосинку то есть я ломаю карабин мосинку и прокачиваю здесь улучшаю но я пока ему улучшать не буду потому что я хочу либо по пдху прокачать она до 1 ну-ка я могу ее улучшить а у нас запчасти 10 мне нужно каждого оружия ломать получается одинаково тогда я смогу улучшать вот в принципе все танк он открывается левелом то есть ведь одна звезда 2 звезды таким вот образом получается когда вы всех на активировали на улучшали потом можете там за немцев катануть к примеру вот такая академия кстати недоступна в игре обеспечение я уже объяснил как работает улучшение всего отряда улучшаете компанию проходите открываете новых солдат новых батальонов дивизионов и авиацию и фармите то есть игра про шутер но и не только еще и профарм с вами был лего если вам понравилась данная игра напишите в комментарии что думаете еще скажете по качеству графики пока пока а